Опа, 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 опа! Банчик, банчик, пошел, 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 пошел! Костя подгоняет вожака, как настоящий каюр из рассказов Джека Лондона. Только вместо Аляски набережная Красноярска. И не на Нартах, а на лонгборде. Это длинный скейтборд. Так с другом Максимом они катаются по городу. Постоянно мы на досках и постоянно даже там по делам на работу или еще куда-то. У нас сегодня, конечно, в кайф. Мы сами катаемся, нам приятно кататься. И вот ребята с ломборда, да, кто занимается ломбордом, они тоже к нам добывают. «Давайте покатаемся, погоняем». Грузия, Греция, Франция, Италия и Германия – это лишь часть стран, которые объездили ребята. Деньги они зарабатывают на месте. Константин – художник, берет заказы. А Максим, он в компании недавно, доучивается. Хочет работать в интернете, чтобы зарабатывать в любой точке мира. Большая часть денег уходит на билеты. Содержать собак дешевле, чем заправить машину. На одну собаку в неделю примерно 300 рублей, так, около, например, тысячи на всех собак можно. То есть на машину реально, на бензину ходят гораздо больше, чем. Поэтому три года назад, когда решили путешествовать, встали на ломборд. Иногда на собак даже денег не тратят. Было во Владивостоке, когда мы также поехали с собаками путешествовать. Ну и как бы стоим на пирсе, и подъезжает лодка с рыбаками. Ну, не видят хасок, собаки у нас голодные были. И они так, типа, ну, отвалили нам немножко мяса, ну, как рыбы. В килограммах, наверное, ну, килограмм пять, наверное. То есть собакам это еще хватило примерно где-то на неделю. Хаски – порода ездовая. Не только много едят, но и много бегают. А эти еще и молодые. Самой старшей – Неваде – пять лет. Самому молодому – Варде – всего полтора года. В день они пробегают по 15-20 километров. При этом двигаются по всем правилам. Даже на красный тормозят. Мы, естественно, сами тормозим, стоп-стоп говорим, да, где-то на Слепомира едем или по центру. А так, ну, так-то команда, они знают. Но город они хорошо понимают, поскольку постоянно в разных странах, в разных городах. Надолго в Красноярске задерживаться молодые люди не собираются. На март купили билеты в Грузию. Дальше Иран, Армения и Турция. Илья Филонов, Александр Тропин. Новости ТВК.